В Ватикане прошел мелкий дождик, Папа Римский пошел по грибы, пел когда-то Владимир Высоцкий, но у нас в Уфе нету папы, у нас есть только сын, и вместо дождика в Уфе, понятное дело, пошел снег. Можно по-разному смотреть на то, как коммунальщики Уфы и Башкирии справились с этой, в общем-то, обычной зимней напастью, со снегопадом. Если смотреть из окна элитного жилого комплекса на улице Ленина, как это делал Ратмир Мавлеев и Илья, то, в принципе, все очень даже здорово. В окно мы видели батальоны коммунальщиков в нарядных оранжевых жилетах, мы видели коммунальную технику всех разновидностей, какую только можно помыслить, и, собственно, улицу Ленина отскребли до черного асфальта за минувшие сутки аж целых два раза. Но, судя по всему, не всем так повезло, как соседям Ратмир Мавлеева. Жители многих улиц Уфы жалуются на то, что у них появились проблемы с физическим передвижением по тротуарам и проезжей части. Это улицы Саги-Тагиша, улицы Чудинова, Шата-Руставели, Юрия Гагарина, ну и многих-многих других. А уж что творилось в пригородных поселках-спутниках, и вовсе описывать страшно. В Жилино и вовсе отключили электричество, и снег не чистили, и электричество отключили. В Нагаево люди боролись за то, чтобы вытащить свои машины с, в общем-то, улиц на трассу. Кстати говоря, пара трасс была перекрыта, потому что власти уже начали говорить про какую-то страшную напасть в виде низовой метели. Ну, понятное дело, отменили парочку авиарейсов и так далее. Ну, например, вот в Кумертау скорая помощь застряла настолько, что откапывали ее 40 минут. Естественно, она опоздала на вызов. Но при этом администрация Кумертау отплясывала и праздновала на роскошном корпоративе-банкете, который они закатили аж в Дворце культуры, любуясь на танцовщиц с голыми ножками. В общем, администрация Кумертау нисколько не печалилась о том, что жители Кумертау тонут в снегу. Опасения, которые высказывал Радий Хабиров на последнем оперативном совещании в правительстве, они все сбылись. Его горе-команда не справилась с такой элементарной проблемой и задачей, как уборка снега после вполне себе рядового снегопада. В общем-то, это подтверждает и опрос, который мы провели на телеграм-канале «Открытая политика». 50% опрошенных оценили работу коммунальщиков на 1 балл из 5, 20% поставили двойку, 19% кое-как поставили тройку, ну и четверки и пятерки поставили, соответственно, 6,5%. Ну это примерно столько, сколько среди наших подписчиков ботов Прочаковской. А в мэрии Уфы тем временем прошло селекторное совещание на тему «Что будем говорить?» свое оправдание на оперативке 9 января. Немного посовещавшись, пришли к выводу, что заявят о том, что справились на отлично, а Ратмир Мавлеев подтвердит это, потому что он же в окно видел, все было отлично и замечательно на улице Ленина. Снег много, по безопасности прошел не выезжать на данный ряд. «Авиаторская» 16 и 17. Снег не убран, две недели уже ждал. В колее лед, с колеи уходишь, провал, каш. Ну что там администрация киркетского района будет убирать, нет, когда-нибудь? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!